Не могу. Если женщина не может любить, мужчина не будет делать то, что ей нужно. Откуда брать любовь, энергию, силы для любви? Откуда брать? От Бога. Нужно жить в молитве, и женщина становится женщиной. Женское сердце соткано из любви. Ваше сердце соткано из любви, которое тает, растаивает психику мужчины. Женщина не может не растаять психику мужчины. Это ее природа, менять судьбу мужа. Ее природа. Но для того, чтобы вам жить по своей природе, вам надо не удовлетворять свои желания в жизни, а отдать свою судьбу Богу. Не свои желания, допустим, я хочу, чтобы он обвенчался. Нет. Когда Бог захочет, тогда мы обвенчаемся. Тогда все будет по-другому. Вы своим желанием давите на Него, Он сопротивляется. Теперь вы просите Бога. Тогда у вас как будет психика работать? Вы Ему скажете об этом, но Он сопротивляться не будет. Потому что вы, ваше эгоистическое чувство обвенчаться, уничтожите в своем сердце, а оставите чистое чувство обвенчаться. А против чистого чувства никто никогда не бывает против. Понимаете, ведь во всех вопросах, которые мы задаем близкому человеку, есть эгоизм. Мы хотим, в конце концов, наслаждаться сами отношением с Ним. И самый высший способ наслаждаться, это наслаждаться чистой жизнью с мужем. Я хочу, чтобы он не пил, я хочу, чтобы он обвенчался. Для чего? Для того, чтобы я была счастлива. Теперь отбросьте эту идею, просто молитесь Богу, чтобы у нас была честная жизнь с нашим мужем. Вы увидите, что вы будете то же самое ему говорить, но слова ваши потеряют эгоизм, и он не будет сопротивляться. Почему он сопротивляется? Потому что чувствует давление, насилие над собой. Что думаете, мужчине сложно сходить и расписаться?